Россияне вновь атаковали Одессу. Много погибших и раненых. Байден разрешил бить вглубь России. Немцы предоставят Украине очень мощное вооружение. Тем временем стало известно, кого Трамп назначит спецпосланником по Украине и атака неизвестных дронов по российской Удмуртии. Это новости сегодня. Меня зовут Ева Николашвили. Добрый день. Российские оккупанты вновь ударили по Одессе. Только вчера утром россияне обстреляли город и оставили некоторые районы без света. Как днем понедельника вновь циничная атака. Ракету запустили по жилой постройке в район деловой активности. В следствии атаки по состоянию на час дня было известно о 8 погибших. Еще 18 человек получили ранения, в том числе ребенок. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Также известно, что одна ракета не взорвалась. Она застряла в здании учебного заведения. Российские пропагандисты со своей стороны цинично заявляют, что российская армия якобы нанесла удар по гостинице-общежитию, где проживали украинские военные. Каждый раз захватчики так оправдывают свои удары по гражданским. Но каждый раз они на самом деле целятся по жилым домам. Президент США Джо Байден разрешил использовать дальнобойные ракеты для ударов по Курской области. Об этом вечером воскресенья написали западные СМИ. Основная цель, которую называют, это отразить контратаку Москвы в Курской области из почти 50 тысяч военнослужащих, включая 10 тысяч северокорейцев. В Кремле уже отреагировали на разрешение. Песков заявил, что это новый виток напряженности. А вот президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такие вещи не анонсируют. План усиления Украины – это план победы, который я предоставил партнерам. Одним из главных пунктов было предоставление дальнобойного оружия нашей армии. Сегодня в медиа говорят, что мы получили разрешение на их применение. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Хорошие новости появились и от Германии. Сообщается, что немцы поставят Украине мини-таурусы. Это дроны-камикадзе, но их действительно называют мини-таурусами. Они оснащены технологиями искусственного интеллекта, имеют высокую автономность в условиях воздействия РЭП, а также могут очень эффективно поражать цели на большом расстоянии – около 100 километров. Всего в разработчиков Германия заказала 4 тысячи таких БПЛА для Украины. Приехать они могут уже с декабря, а поступать будут партиями по несколько сотен в месяц. На минувших выходных неспокойно было и в Удмуртии. Уже и до этого российского региона долетела путинская война в виде беспилотника, обрушившегося на оружейный завод. Подробности далее. Неизвестный дрон впервые прилетел в Удмуртию, а именно в столицу региона – Ижевск. Подтвердил хлопки сразу и глава Удмуртии Александр Бричалов. Он заявил, что взрывы прозвучали в заводском цеху. Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина 101 – заводской цех. По предварительной информации упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован. Конечно, тут без деталей, где именно были хлопки. Однако адрес выдал Штирлица. Там расположен Ижевский электромеханический завод «Купол». Один из самых больших оборонных предприятий в России, который находится под западными санкциями. Предприятие, в частности, изготавливает ЗРК «Тор», который часто украинским защитникам приходится уничтожать на фронте. Более того, с сентября этого года на «Куполе» начали производство нового российского ударного беспилотника дальнего радиуса действия «Гарпия А1». Но и это не весь перечень. Завод в Ижевске производит мишенно-тренировочные комплексы «Саман-М1» и «Адъютант», оборудование для атомных электростанций, нефтедобычи, конвейерных линий ликероводочных заводов и другие важные для путинской власти элементы. Что касается расположения завода, то он не где-то на опушке, а прямо среди жилых домов. Более того, только год назад в Ижевске был скандал, когда один из торговых центров переименовали в научно-исследовательский центр и начали выпускать ВПЛА. Всего по состоянию на 2023 год было закрыто три таких ТЦ под производство дронов. Таким образом, российские власти прямо ставят под угрозу людей, располагая военные объекты прямо возле них. Хотя разве Путину это важно? Своего адвоката с российскими корнями Дональд Трамп может назначить спецпосланником по Украине. Об этом сообщает издание New York Times. Мы собрали информацию о Борисе Эпштейне и о том, каковы шансы того, что именно он станет ключевым советником будущего президента США по вопросам Украины. Американский спецпредставитель по российско-украинской войне родом из Москвы. Издание The New York Times сообщает, что один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн предложил свою кандидатуру на должность спецпредставителя для переговоров о мире в Украине. Господин Эпштейн, родившийся в России и живший там в детстве, не имеет опыта во внешней политике. Он рассказал группе, что у него есть члены семьи по обе стороны конфликта. По данным источников New York Times, Трамп, внимательно выслушав Эпштейна, не отклонил предложение, но и не дал четкого согласия. Сделает ли такой выбор Трамп, мы пока не знаем. И если такой выбор будет сделан в пользу именно Эпштейна, я думаю, что тогда это приведет к быстрому провалу переговоров. И тут опасения экспертов легко объяснимы. Борис по происхождению является российским евреем, который первые годы жизни с 1981 по 1993 прожил в РФ. Речь идет о человеке с российскими корнями. Мы не знаем его позицию по ходу конфликта. Поэтому у Украины могут свои быть претензии к этой кандидатуре. А помимо этого, у потенциального спецпредставителя по войне нет никакого опыта в дипломатии и внешней политике. Борис Эпштейн – бизнесмен и профессиональный юрист, который на протяжении долгих лет координирует защиту Трампа по уголовным делам. А Эпштейн может пытаться выполнять роль вот такого решала. Пытается, будет пытаться как бы работать в стиле такого бизнес-переговорщика. Трампу такой, кстати, стиль нравится. Поэтому вариант не исключен. Но если будет очевидно, что он работает больше в пользу России и будет пытаться установить мир на российских условиях, но для нас он в такой роли будет неприемлем. По сути, Трамп и Эпштейн – два сапога пара. Тот случай, когда специфического политика защищает специфичный юрист. Прямо сейчас Борис Эпштейн является фигурантом дела в Аризоне, где его обвиняют в попытках отменить результаты выборов 2020 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в Аризоне вместе с несколькими другими союзниками Трампа за их попытки отменить выборы 2020 года с помощью так называемых фальшивых избирателей. А осенью 2021-го кадры с задержанием Бориса Эпштейна полицией стали достоянием общественности. В этом случае политика была ни при чем. Защитника Трампа обвиняли в домогательствах. Окей, дружище, сложи руки за спину. Сейчас ты будешь задержан. Не сопротивляйся. На этом все, но мы не прощаемся. Увидимся с вами через несколько часов в проекте «В тренде». Там расскажу вам подробнее о том, как российские чиновники и пропагандисты отреагировали на разрешение Байдена бить атакам сами вглубь России. А также расскажу истории так называемых героев, так называемое СВО. В опле пропагандистов о том, как российские священники предлагают воспитывать молодое поколение и другие интересные новости. Увидимся.